АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз добрый день коллеги, но нет, нет, это предыдущие доклады поставили. Мы вчера как раз обсуждали проект ленических рекомендаций по подготовке шейки матки родовозбуждения. Частично некоторые вопросы вчера уже обсуждали, и в том числе туда частью входила тема, о которой я буду говорить сегодня, именно о комбинированном методе подготовки шейки матки родовозбуждения. Ну, еще одна из иллюстраций, о которой только что говорила Ирина Олеговна, это растущая частота индукции родов. И замечать этот вопрос мы просто не можем, если во многих странах каждая четвертая, каждая третья женщина вступает в роды с помощью искусственной подготовки и вызывания родоводействия, это что-то означает, это надо понимать. Почему происходит эта частота индукции родов? Потому что меняется, к сожалению, здоровье женщины не в лучшую сторону, а, соответственно, возникает больше показаний для того, чтобы беременность завершить раньше. Это и осложнение беременности, и болезни, которые приводят к осложнению беременности. Кроме того, важным фактором является увеличивающийся процент успешных индукций. Мы действительно стали более успешны в наших индукциях, соответственно, мы чаще-чаще начинаем ее применять. Так, собственно говоря, в свое время было скетство сечения, как только улучшилась технология самой операции, появился хороший шовный материал, появилось хорошее обезболивание и инфильтрационное, а сначала наркоз, потом педрагмалкезия, мы стали больше и больше оперировать. Ну, не знаю, будет ли так же с индукцией, но когда-то скажем, хватит, пора остановиться. Посмотрите сравнение, которое мы можем сделать даже на примере нашего центра. Вот одна из публикаций, которая была в восьмом году, сделана в центре пушистой гинекологии на материале 2005-2006 года, при частоте индукции 3,5%, при этом незрелой шейка матки была только лишь 35%, основное число женщин имели зрелую шейку матки. Применялись методы амниотомии, окситоцин с инзабростом, тогда была такая слева, помните, балан, вот, при целом плотном пузыре или же при вскрытом плотном пузыре. И какова частота кесово сечения оказалась в этой группе? 32%. Сегодня, вот данные 16-18 года, при частоте индукции рода в нашем центре 14%, и при том, что мы делаем ее при незрелой шейке матки, очень редко, когда возникает неизрелой шейку матки, ну, если на зрелой, что, собственно, и так родим. Применявшийся метод, а частота кесово сечения составила всего лишь 18,7%, в этой группе, а ведь это группа отягощенная, и здесь мы вправе будем ожидать процента кесово сечения выше популяционного. Это еще одно доказательство того, что все-таки индукция родов это перспективный метод, сегодня мы имеем новые новые подготовки, поэтому мы должны уже достигать хороших результатов. И вот один из подходов это комбинирование метода, потому что это позволяет уменьшить дозу фармакологического агента, сократить время подготовки, повысить эффективность и снизить частоту побочных эффектов. Раньше мы говорили другое, что комбинация методов увеличивает частоту побочных эффектов, изменился, в принципе, сейчас ситуация другая. Вот посмотрите, несколько примеров, которые есть в публикации. Фолей и простагландин. Фолей и простагландин. Еще раз, ну это западный, да, на самом деле используют. Хотя тоже мифепрестол с простагландином. Двойной баллон простагландин, фолей и окситоцин. Практически все указывают как минимум на сокращение времени, а это очень важно, сколько времени женщина готовится и находится в родах при той или иной ситуации. Посмотрите, опять же, если используется только мизопростол или в комбинации, быстрее рожали женщины, которые в комбинации, даже добавление окситоцина к фолею не увеличило так же эффективно, как мизопростол. И уж тем более сам окситоцин отдельно. Сегодня в России мы имеем следующие методы для подготовки шейки матки, это традиционный окситоцин. И из новых методов в основном делопан, катетер, двойной баллон и ламинарий. Ну, ламинарий, я уже вчера говорил, все-таки надо, наверное, потихонечку от них отказаться. Они не статартизированы, их очень трудно понять, как они сработают. Кроме того, они ломаются там выше, из инфекционных осложнений. Если имеется синтетический, то лучше, конечно, использовать синтетический прогнозируем. Вообще преимущества механических методов у них достаточно много. Этих преимуществ. Эффективность, сравнимая с фармакологическими. Малые риски при стимуляции матки и дистресса плода. Об этом Ирина Олеговна говорила, что даже в принципе после установки баллона или же делопана не требуется, которое за состоянием ребенка. По крайней мере, нет его обязательно. Но вообще-то проводим. Все-таки у нас страна как-то более внимательно, может быть, относится к пациентам. Да и боимся мы больше, чем западные коллеги. Мы проводим все-таки. Но никаких последствий использования этих методов не вызывает. Почему все-таки делопан? Потому что, во-первых, он больше раскрывается, быстрее это производит. Это синтетический инертный материал и у него низкий риск инфицирования. По крайней мере, мы используем этот метод уже на протяжении четырех лет. Пока у нас, надо по дереву постучать, не было еще никаких случаев инфекционных осложнений. Посмотрите, насколько быстрее начинает действовать делопан и насколько эффективнее он расширяет шею бумаги. По данным этого исследования, экспериментально. Каким методом работает? Вызывает обезвоживание клеток или ткани. Кроме того, что механически расширяет, он еще вызывает обезвоживание. Шейка становится мягкой, она развлечается. Кроме того, расширение шейки марки, как любой такой механический фактор, способствует синтезу простагландин. Интересный пример приводит профессор Купта из Беремельгема, который тоже занимался проблемой индукции ротов с делопаном. Говорит, это как яморка, которую вы забыли на подоконнике. Проходит время, оно начинает журнуть. Оно не сразу становится сухим, оно действительно теряет, становится мягким. Это очень похоже. Схема подготовки с помощью делопана, она достаточно проста. Нету сложности установить, так же, как и ламинарик. Даже удобнее. Потому что после открытия шейки зеркала стабилизируется положение, чтобы выпрямить канал. Смачивается стержень, устанавливается, рукоятка оставляется, естественно, снаружи. И так повторяется процедура. Сколько поставить стержень, тоже, как и при ламинальных, мы это делали, будет зависеть от длины, не длины, а ширину канала. Это может быть 2 стержня, а может быть и 6. К среднему обычно уходит 3-4. Вот это исследование было сделано, опубликовано результаты в 2018 году. Наш центр участвовал в этом мутицентровом исследовании. В результате 444 женщины вошли. Посмотрите, и у первородящих, и у повторородящих женщин, у женщин с кислым сечением в анамнезе, значительно увеличилась оценка по шкале Бешопа после того, как был использован Делопа. Процент родов. Но по разным учреждениям он колебался. Наше учреждение показало 74% вагинальных родов у женщин, которые проводили подготовку шейки матки к родам с помощью Делопана. Новое исследование, которое мы выполнили и опубликовали в журнале «Материнский фитальный и Наталья Медицины» в этом году. Оно было посвящено уже как раз комбинированному обвинению мифепристона и Делопана. Первородящих женщин. Потому что, мы же понимаем сами, что, конечно, повторные речи женщин обычно легче отвечают на подготовку шейки матки к индукции, чем первородящие женщины. На что мы рассчитывали, проводя эти исследования? То, что мифепристон будет работать путемблокадой прогестронных рецепторов, повышению чувствительности к окситоцину и вторично усиливать синтез простагландина. Тогда как Делопа будет называть механическое расширение, размягчать ее и тоже состоятельно способствовать синтезу простагландина. Вот таким образом, объединяя два эффекта, мы рассчитывали получить лучший эффект. Критерии включения первой роды, одноплодный срок, конечно, выбирали головной, и чтобы были показания кондукции родов, такие, которые не требуют завтра родов, чтобы у нас было все-таки время хотя бы 24 часа. Незрелые шейкомарки, оценка по шкале-бешопа менее 6 баллов, женщина должна быть без согласия. Ну, конечно, были и показатели, требующие невключения в группу. Что показали результаты? Прирост, ну, во-первых, что интересно, так как наше сегодня было нерандомизировано, то выбирая, куда женщину отмести в какую группу, то ли просто Делопан, то ли совместно с Милипристоном, ну, субъективно, буквально на подсознании, веря в то, что комбинация будет работать лучше, чем ниже была оценка по-бешопу, мы, вы знаете, чаще эти женщины попадали в эту группу. Ну, и в результате, в результате, когда начался анализ, то оценка по шкале-бешопа, то есть незрелые шейки чаще были именно в группе женщин комбинированного метода. Но после удаления уже различий не было, после удаления через 20 часов Делопан не было различий, и прирост в баллах по-бешопу был больше именно в этой группе, которая была комбинированная. Какие исходы? Ну, вот частота рода стимуляции окситоцина, всего 7% против 19, амниотомия потребовалась 8% против 31, роды в первые 24 часа до установки Делопан произошли 74% в этой группе, только в половине процентов в этой группе. И большой процент женщин, достаточно большой, практически каждая вторая женщина при комбинации метипрестов Делопан уже в конце этого периода, через 8-10 часов после начала этих мероприятий, уже отмечали первые схватки, то есть еще до излечения Делопан. Делопан. На этом слайде на кривой Каплан-Мейер мы хорошо видим достоверное различие скорости родов у женщин комбинированного и некомбинированного использования. Подожительность рода была короче в группе комбинации, слабость удовольствия встречалась практически в 3 раза реже у женщин, которые использовали комбинацию, причем это второй период родов, а это первый период родов. И наконец-таки частота кесаресечения, она достоверно отличалась в пользу комбинированного метода, который составил 23% против практически 40%. Не было различных происходов для новорожденных, поэтому комбинированное применение фибрестово-механических расширителей сочетается с более высокой эффективностью созревания шейки матки, частоту именно влагалищных родов при снижении кесаресечения, сокращение применения начала родов, частоты 180-10 и родисимуляции окситоцидов. Поэтому эту схему я вчера уже показывал, мы ей сегодня уже очень широко пользуемся. То есть в том случае, если у пациента накануне поделяется показание к подготовке шейки матки индукции родов, то утром на следующий день она получает таблетку, или же в этот день с утра она получает таблетку фибрестона и в вечернее время устанавливается Делопан. Через 12 часов утром Делопан удаляется, производится цепь состояния шейки матки, если она зрелая, а она чаще всего будет в это время уже зрелая, и даже некоторые женщины, я говорю, уже вступают в роды, то она либо рожает, либо проводится блютамина. Если она недостаточно зрелая, переоценивается ситуация, но в 90% случаев это будет динопростон, одна доза динопростона, больше не требуется. Она либо рожает, либо ей нужно будет еще через 2 часа блютамина, чтобы она родила. Ну и как вариант, предположительный вариант, хотя практически мы с ним не сталкиваемся, но предполагаем, что это возможно, что если не будет эффекта, и действительно ей нужно будет родить именно в этой дине, мы не можем отложить роды по какой-то причине, по показаниям индукции, ну тогда, наверное, будет кесаро сечения. Хотя, еще раз хочу сказать, это больше теоретическая часть, так как все женщины укладываются в эту часть слайда. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Амирович. Поскольку профессор Кварьев принужден будет нас покинуть в силу производства необходимости, если есть какие-то вопросы к нему, я думаю, что мысли-то может посвятить ответом сейчас. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, перед тем, как мы перейдем к следующему докладу, я просил бы поднять руки тех, у кого рядом с ним есть свободное место. У нас очень большое количество людей стоит в дверях, и вот, пожалуйста, коллеги, те, кто стоит возле двери, пройдите, пожалуйста, Впереди есть перегеничные места, пожалуйста, займите их.